Доброе утро! Середина октября. И вот такая погода, тепло и красота. Обалдеть! А у нас опять завтрак. Сейчас мы поедим и поедем. Бадлер. В Олимпийскую деревню. Или как она называется? Парк. Кстати, кофе тут замечательный. По две часки пьем утром. А мы идем опять на Ласточку. Вот это вот здание, оказывается, баня. Банный комплекс. А сюда мы не ходили, не смотрели. А тут Леон продает. Льняная лавка. Ехали на такси. Да, тут идти сколько? Точно 10 минут. И везде подъемники. Везде. И вон там тоже подъемник, откуда-то идет. Травмпункт. Вот я проснулась сегодня без 27. А они уже ездили. Они круглосуточно столь катаются. Вон тут подъемники. Вот какой бычара стоит. Стоит. Да, да. Хорошо тут, конечно. Так все неспешно. Не знаю, как летом. Сейчас, конечно, прям умиротворенность такая. А, они, вон они катаются над головой. Не знаю, да. Интересно было бы даже летом посмотреть, как здесь. Ну, хотя курорт дорогой. Может быть, и летом не так тут шумно. Хотя, мало у нас богатых людей. Интересно, есть лифт для подъема. Ну, на мост. Но почему-то нужно звонить оператору, чтобы вызвать. Вот бедный инвалид на коляске приедет и будет тут. Вон он же есть, вон лифт, видите. Но все как-то очень сложно. Я нажимала, нажимала. Как-то пошла по лесенке. Ой, мост какой. Огромадный. Тут машинам ездить можно. Мостище такой. Саша, а как вот тот следующий поселок называется? Не знаю. На что вот этот розы хутор? А он там следующий. А, этот, наверное, как-то Костя говорил. Нет. Это садок, наверное. Ага, это садок. Здесь пром. Люди уезжают. Такой вокзал отгрохали. Проверяют все. Прям туда еще. Вот тут просто-напросто конечная станция электрички. Вот так разобраться, да? Что значит курорт? Прям с одной стороны вход. С другой стороны. Эти лестницы доконают. Видите, включили эскалатор вниз, потому что сейчас электричка придет. Вон она идет. Ласточка. И вот нам сейчас опять минут сорок ехать. До Адлера. Ну что ж. Поедем, скатаемся. Что нам делать-то отдыхающим? Двери открываются, если нажать на зеленую кнопку. А так не открываются. Еще пришла электричка. Ну, ходят они здесь нечасто. Наверное, будет стоять до следующего. Очень плохо. Последняя электричка уходит в 6 часов из Адлера. Рано. Рано. Прошлый раз мы ехали, сидели вот там у окон. И все были эти городки, все поснимали. А в этот раз сели с другой стороны. Мне кажется, тут ничего и не будет. Ну, кроме кроме бетонных заборов и гор. Кругом подъемники. Кругом. Ой, сколько же их тут вообще. Это там вся жизнь с той стороны. Уважаемые пассажиры, для открытия двери вашего вагона вам следует после полной остановки поезда нажать на кнопку, обозначенную подсветкой зеленого цвета. Дорогие пассажиры, для открытия двери вашего вагона, мы прибываем на станцию Эстасадок. Мы приезжаем на Эстасадок. Еще такой же курортик. Вот, а следующая остановка наша Адлер. Еще строится дома. В течение всей поездки во всех наших поездах работает система обеззараживания воздуха. Говорят, 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 говорят. Поезда оснащены аптечкой и бесконтактным термометром. Отлично. Берегите себя и приятные вам аптечки. Ну, давай, давай. Хватит. А то я забуду, хотела что сказать. Мои золотые. Как же интересно читать ваши комментарии. Ой, иногда просто в ступор прям вводят ваши комментарии. Ой, ну вот опять. Вот, например, пишет мне одна дама. В такое время надо дома сидеть, а не шляться неизвестно где. Ой, да моя дорогая, да ради бога, сидите. Кто ж вам не дает, ну. А я один карантин посидела, поняла, что это не мое. Вот. а потом я фаталистка, я верю в судьбу. Ну, заболею, значит, заболею. Ну, умру, значит, умру. Но чего? От этого не спрячешься. люди сидят дома и заболевают. Так что смысла большого сидеть дома, если есть возможность куда-то поехать, я не вижу. Вот. А так, конечно, каждому свое. Вот. страшно сидеть дома. Плохо. Неудачно мы сели на эту сторону. Тут солнце светит и все отсвечивает и, в общем-то, и не видно ничего. Вот. Так что, мои дорогие, кому страшно сидеть дома. Мне вот нифига не страшно. Но, честно говоря, уже хочется очень домой. Ну, собственно, хочется потому, что я уже целый месяц ничего руками не делала. А для меня это очень тяжело. Вот. Очень хочется приехать. Там уже Виктор одну посылку получил, еще две. придет и очень уже хочется начать украшения делать. Из цемента задумки есть делать. Ну, собственно говоря, немного осталось. И разъедемся мы с Сашей в разные стороны. Она к себе в Питер, а я в Черноморск в Черноморск. Вот мы уже к Адлеру подъезжаем. чай, кофе, водичка, сок замечен. Арахис завершен. Да, конечно, за те 43 года, что я тут не была, я даже не представляю вообще. Что и где и как. ну ладно, мы подъезжаем наверное к станции, а сейчас пойдем на выход. вон море там. Это вокзал в Адлере. Ну, как всегда, магазины, магазины, магазины. магазины. Уважаемые изучения и полости города Волтая. Надеюсь, что в Краснодарском окрае продолжают и следить режим повышенной готовности. Вещайте переходить к теме неустановленных местах, подходить к рейсу ближе, чем на 5 метров, подниматься на дворы, приближаться и прикасаться к стене. Еще один эскалатор. А это старенький вокзальчик остался. Адлер. А тут вон какая. Так, выход. Оставили некий клей. Середина октября. Кто в длинных штанах и в коктах, кто в шортах. Может, на улице жарко. Это единственное, что я помню. Вот в какие-то города приезжаешь через много лет, а там все как было, так и есть. А тут вот 43 года я не была. Я вообще кроме вокзала ничего не узнала. И то старого. Вообще. Можете в Абхазию ездить, ехать и то же самое увидите, что видели в таком возрасте. Ну только более разрушено, более там вокзалы как они стояли, так и стоят. как незастепленные такие фанерой забитые где. Вот так вот. Ой, Адлер, конечно, просто. Вы-то живете тут, наверное, не замечаете. Ну растут и растут дома. Там что-то. разрушу. Быстро растут. Видно. у самолета страшно как садятся прямо над домами. Тоже привыкли на это, да? А я дальше живу. Я не вижу и не слышу эти самолета. Мы сейчас просто ехали с розы хутора на поезде и прямо над домами садятся. Ну они с моря заходят, да? Как вы хутора видели, как самолеты? Не, на электричке ехали сейчас оттуда. Они все равно самолеты с моря садятся. Просто хутор под коробки. Народ здесь прохладно? Хорошо, жарко. Вечером так попрохладней. А днем тоже жарко. Посадочная полоса начинает. Угу. Олимпийская деревня. Мы только вчера поднимались в горы там на розы хуторе. Там тоже Олимпийская деревня. Ну там для лыжников. Ну да. А здесь хоккеисты за сетей эти самые вы. 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 приехали о его посмотрите какая лавочка обалдеть а удобно на ней сидеть удобно интересная какая из фанеры господи надо живот так ну ладно пошли такой таксист дядечка хороший все рассказал чё куда надо горит было вечером вам приезжать вечером жили бы мы в адлере вечером это как на розы хутор то добираться начать и движение подъем и удерживать до полной остановки с чем не знаю оказывается оказывается лифт есть вот это уже гораздо лучше это другое дело пойдем узнаем вручаточка выложена машин сколько а людей никого на 2 охранник какой-то вот это вот хоккейный стадион нам дяденька объяснил а вот тот вот который раздвинутый как пополам это футбольный что мои дорогие один лифт был с лестницей больше лифтов нет и кругом лестницы кругом ой если бы я знала я бы сюда даже не поехала тут все для здоровых людей спортивных вот чтоб на ту сторону вон туда за этот факел как-то надо добраться все для здоровых людей